Продолжаем наш тренинг по специальному мануальному массажу, иммунальной терапии. И у нас сет номер два, работа со спиной. Мы после растирания, когда у нас уже появилась гиперемия на теле человека, переходим к вибрационным техникам. По сути у нас всякие виды вибраций, они будут постоянно интегрированы в нашу технику. То есть это такой интегративный массаж. Для этого смотрите, я вам всегда показывал, что максимально, чтобы максимально разгрузить руки, мы часто используем свой корпус, за счет корпуса подаем импульс в тело человека. Но кроме одного из этого примема, здесь все наоборот. Первый вид вибрации мы вибрируем пальчиками. То есть от пальцев наших, на прямой руке желательно, прямой, выпрямим. Полностью рука прямая. Рука прямая, она давит. Мы будем ей давить через плечо. Видимо, корпус одевается на плечо, на маёж, и я давлю. Еще даже головой помогаю давить. То есть всем телом можно больше я давлю. Для этого, если там на носочке поставить, то ставите на носочки и давить. А пальцы продолжают вибрировать. Получается это легкий тремор. Можете потренироваться в лесу, выйти в лес, найдите какую-нибудь березу или деревце. Ну, примерно сантиметров 5-10. Нет, не бить. 5-10 толщиной. И вот так вот сделать ей тремор. Сейчас как раз осень, вы увидите, как посыпется листик. Как оно все будет дрожать до самого верха. Очень интересный прием. Потренируйтесь на природе. Так, еще раз показываю. Вот рука дрожит, прямая. Поставил на крестец. Сместился чуть в бок. Чтобы не давить ни в коем случае на российские позвонки. По вот этим мы оболим по мышкам ведем. И пошел вперед до самого верха. Назад нужно держаться спокойно, плавно. Я пока сейчас проходил, чуть-чуть потестировал своим запястьем. Но вот здесь вот, берегушка, хочет хрустнуть. И вот здесь, если хочет хрустнуть. Ну, просто из опыта я вот уже это чувствую. Если хотите, можете усилить. И вот в этом месте, чуть побольше, дать усилие своим корпусом тела. Следующий вид вибрации. Мы вибрируем в узк тела теперь человека. Поставили ладонь. Ну, это у кого-то, по сути, так же осталось, да? Только будем второй рукой задавать импульс вот такой. Да. И получается немножко вот туда рука ходит. И под 40 градусов вектор напряжения нашего ведет вот туда, в его ребра. Вперед. Вперед и вниз. Обходим аккуратно сначала область почек. Здесь так сильно не давим, да? А вот где начались ребра жесткие, да? Там же можно посильнее. Вот. Вот уже был шелчок, да? Ну, да, что-то хрустно будет. Где показывал? Да, да. Чуть-чуть, может, понеже. Ну, да, мне тогда была разблокировка функционального блока. Третий прием, он похож на вот такую выжимку. Ну, там мы не писали, кстати. Ну, вот еще у нас встречаются выжимки. Когда мы вот идем достаточно медленно, и лимфу гоним, но в данном случае, к подночечной впадине. Может делать с утяжелением. А вот один раз в подночной впадине, один раз с широким, плотным хватом к подключичной впадине туда вот. Лимфу гоняем. А теперь то же самое, но с вибрацией. Смотрите внимательно, потому что это очень сложно. Мы упираемся в асисты отростки пальцем. Чем получится? Можете вот этим точкам пальца, да? Если ногти мешают, то разверните вот эти части пальца. Если палец загибается вот так, да, то можно вот этой точке упираться. Как угодно. Вот вы упираетесь. И дальше как бы подбиваете эти позвонки. Вот так вот мы. Теперь у нас вибрация вот такая. По радиусу идет тело. То есть ассисты позвонки. В чем у него смысл? Они иногда испытывают ротацию. Они поворачиваются, да? То есть мы их видим вот неровно. Нам надо их выровнять, да? Поэтому проходясь вот этим пальцем, мы по очереди их подбиваем. Пытаемся выровнять. И с другой стороны подушечка пальца большого, она очень чувствительная. Она еще и диагностирует. Где у человека блок? Где спазм мышечный, да? То есть можно провести просто пальцем, да? И почувствовать облачок. Облачок это скопление без сгусток. Уплотнение. Уплотнение, да, это уплотнение. Это как бы от позвоночника едут мышцы вот туда, вот в то направление. Вот один нашел. Вот второй. Там прям перекатывается. Так вот. Можно даже при определенной чувствительности ложку взять. Обычную ложку столовую положить его так. И когда вы ведете, она вот на этом месте будет так раз подкачиваться, кивать. Вот этот вот кивок вы или такой вот. Ну, знаете, когда вот идет рука, она чувствует, как будто переходит через пальцы. Вот мы диагностируем. И тут два сразу блока. Дольку звоночника. Дольку звоночника идет ровно. Ну, они просто мышцы большие. Вот, как правило, всегда тяжело. А теперь все это объединяем. Закоминайте. Первое движение мы объединили. Вытяжение, да? Второе движение – это вот диагностика пальцем. И третье движение – это вот такая вот подбивка ассистых остротков. В этом уникальности и сложности этого приема, который три в одном получается. Смотрите, еще раз. Установлю руку, да? Вот я заканчиваю целью. Крестец сразу снаю на позвонок L5, получается. Поставил на большой палец в тяжелении. Там вам не видно, да? Вот прямо на него. И ладой на ладын положил. Деперед. Иду, одновременно выжимаю. Позвоночники подбиваю и диагностирую. Вот. Дошли до трапециевидной мышцы. И следующий наш прием – это достаточно жесткая работа с глубокими мышцами. Мы используем прием лапа леопарда. А до этого мы как бы глубоким внедрением пальцев. Это на самом деле бывает, кто худенький, достаточно болезненно. Мы уже подготовили тело человека от, мы перешли, да, от поглаживания, к растиранию, к разминанию, к более глубокому разминанию. То есть мы уже подготовили, он уже устал чувствовать. Больно, да? У тебя уже вношится. Вот в этом месте он уже делает спазм. Там вот он морщится. Подготовили. И переходим к следующему более жестким приемам, который вы увидите в следующем видеоролике. Поэтому не переключайтесь, а лучше подписывайтесь на наш канал. А лучше вообще нас не смотрите, а приходите на тренинг коллега Аллафа Гудвину. До новых встреч, друзья! Субтитры сделал DimaTorzok